Больше всего участников в творческом конкурсе фестиваля «Поверь в себя». В зале не смолкают аплодисменты. Среди тех, кому рукоплещут зрители, 15-летняя Виктория Орешкова из Приазовского района. Виктория Орешкова. Песни «Украина цены». Виктория – инвалид первой группы. Пению нигде не училась. Говорит, это талант. Никогда не забывает своё первое выступление на большой сцене. Мне было лет, наверное, 11. Это было в Хмельницкий, мы ездили. Вот это первый был мой раз, когда я вышла уже на такую сцену. Без музыки не представляет себя и Людмила Кунчева из Энергодара. Это отчасти позволяет ей воплотить мечту детства. Я в детстве хотела стать актрисой. Но с годами я поняла, что это практически невозможно, потому что инвалид, и это видно. И мне мама сама сказала, говорит, не делай себе больно. Лучше ты красиво рисуешь. Лучше иди на учителя рисование. Несмотря на то, что жизненные ориентиры были пересмотрены, девушка не упускает возможности выйти на сцену и подарить зрителям свою положительную энергетику. Позитив. Постоянный позитив. Это постоянно смех, постоянно улыбки, постоянно, вот, ну, знаете, такой энерджайзер, да? Вот это вот про неё, наверное. Вот за эти четыре дня – это про неё. Раскрыть свои таланты люди с особыми потребностями смогли не только в творчестве, но и в спорте. 34-летний Николай Барабаш из Запорожья никогда не занимался спортом. Однако на фестивале стал абсолютным чемпионом по армрестлингу. До этого не тренировался, ну, типа, стимул. Появился, когда сюда приехал, появился стимул. Вообще образ жизни поменялся и всё остальное. Среди участников были и опытные спортсмены. Кандидат в мастера спорта Юрий Горбунцов одержал сразу две победы – в турнирах по шахматам и шашкам. Без них не представляют свою жизнь. Они развивают логику, мышление, они развивают ум, развивают. И по жизни тоже надо логически. Это, кстати, шахматы и шашки, они, в общем, помогают жизни. Во всяких ситуациях тоже. Сегодня фестиваль завершил свою работу. По информации организаторов о своих намерениях принять участие в 15-м юбилейном фестивале, который состоится в следующем году, заявили представители Грузии, Молдовы и Литвы.